В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! В начале коротко о главном. Ломать не строить. В Рязани сносит незаконно построенный дом. Создай свой бизнес в Рязанской области. Для молодых предпринимателей выпустили специальные путеводители. Сколько горожане планируют потратить на Новый год и в Рязанском травмтеатре прошла губернаторская елка. В центре Рязани приступили к сносу незаконно построенного дома. Постройка по адресу улица Ленина, дом 22, самовольно возведена несколько лет назад. Еще летом 2013 года суд постановил снести здание, которое фактически является пристройкой к корпусу Рязанского медуниверситета, но никакого отношения к вузу не имеет. А участок, на котором возвели новострой, находится в зоне охраны памятников истории и культуры. Злополучный недострой уже несколько лет украшает центральную улицу города. Еще в 2013 году суд по иску Минкульта и стройнадзора признал постройку незаконной. Владелец Марии Шпрингер несколько раз обещалась снести ее, но так и не сделала этого, проигнорировав принудительные меры. Судебными приставами исполнителями вынесено также два постановления о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Неоднократно 13 раз выносились постановления о наложении административного штрафа. В соответствии части первой был вынесен один штраф в статье 17-15 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и 12 штрафов по части второй этой же статьи, неисполнение содержащейся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Сумма штрафов на общую сумму более 30 тысяч рублей, но, к сожалению, оплачена на сегодняшний день только половина. Судебные приставы изначально назначили процедуру сноса на 22 декабря, но по объективным причинам он был перенесен на неопределенный срок. Спустя три дня со сроком все-таки определились. Изначально постройку должны были ликвидировать еще в апреле 2014 года. При строительстве были нарушены нормы градостроительного законодательства, которые регулируют порядок застройки зон охраны памятников культуры, а само строение примыкает к зданию поземельного банка 1867 года, являющемуся объектом культурного наследия регионального значения. Потому, пройдут ли работы без фатальных для памятника последствий, покажет лишь время. Мы будем использовать бульдозер, будем использовать экскаватор, будем использовать машину для погрузки. Только на этапе демонтажа здания со стороны дальней от памятника истории культуры. По мере подхода к памятнику мы будем демонтировать ручным способом, чтобы не повредить здания, которые и так находятся не в очень хорошем состоянии. С сегодняшнего дня за счет средств федерального бюджета начались работы по сносу незаконно возведенного строения. И в ближайшее время измененному зданию обещают вернуть первозданный вид. В течение нескольких дней планируется завершить большую часть работ. Около 70% семей планируют потратить на этот Новый год не больше 15 тысяч рублей. В эту сумму входят и продукты, и развлечения, и подарки. Кстати, в этом году такие подарки, как телефоны, фотоаппараты, планшеты и телевизоры покупают реже. Объем продаж снизился на 20%. Какой бюджет на новогодние праздники в этом году заложили рязанцы, узнавал Роман Дворецков. Сколько вы готовы потратить на Новый год, на новогодние праздники? Ой, еще не знаю. Увеленький минимум. Я пенсионерка, поэтому намного не рассчитываю. А вот еще такой вопрос. Когда-нибудь у вас сбывались новогодние желания, которые загадывали в Новый год? Почти всегда. Сколько вы готовы потратить на Новый год? Честно говоря, пока не задумывалась. Сложно сказать так. А ваше новогоднее желание когда-нибудь исполнялось, которые загадывали в Новый год? Мне кажется, не раз. Ну, тысяч пять, наверное. А ваши новогодние желания когда-нибудь исполнялись? И если исполнялись, то какие? Нет, не исполнялись. Не знаю. Совсем надо получить. А ваши новогодние желания когда-нибудь исполнялись? Обязательно. Сколько? Ну, пенсионерка. Оливье на Новый год – традиционное блюдо в нашей стране. Это такой же символ, как мандарины, бой курантов и поздравление президента по телевизору. В то же время такое понятие, как индекс Оливье, показывает точное отражение уровня инфляции. Впервые он был использован в 2009 году газетой «Труд», которая стала использовать его по аналогии с традиционным индексом Биг Мака. Он стал неофициальным способом определения паритета покупательской способности. В данном случае российский рубль сравнили не с долларами, юанями, кронами или другой валютой, а с самим собой в разное время года. Индекс Оливье показал, что в среднем по стране цены выросли на 35%, сообщает сайт «Комсомольской правды». Для подсчета в список ингредиентов вошли по полкилограмма колбасы и картофеля, 6 яиц, 250 граммов майонеза и банка горошка, по 100 граммов лука и моркови, а также 300 граммов свежих огурцов. Сильнее всего в цене выросли колбаса. Также изменилась стоимость картофеля и моркови. В преддверии Нового года возобновилась борьба с незаконными вырубками елок. В Рязанской области начались рейды. Напомним, за данное нарушение грозит как административная, так и уголовная ответственность. Сотрудники полиции проводят в Рязанских лесах рейды по пресечению незаконной вырубки елей. В преддверии новогодних праздников под топор злоумышленников могут попасть даже самые маленькие елочки. Поэтому полицейские принимают повышенные меры предосторожности, патрулируют леса и проверяют выезжающий из лесных массивов транспорт. В охране лесов большую помощь полицейским оказывают лесники и жители населенных пунктов, расположенных на границах лесных массивов. Неравнодушные граждане нередко сообщают участковым, уполномоченным полиции о случаях незаконной вырубки и помогают поймать злоумышленников. Было составлено уже два протокола административных по вырубке лесных деревьев. Также за вырубку у нас идет как административная наказуемость, так и уголовная ответственность. Так что, если елочкой до сих пор не обзавелись, правильнее и безопаснее купить ее на специальном базаре. В Рязанском регионе изданы два путеводителя для бизнесменов. Первый из них предназначен для индивидуальных предпринимателей, второй для юрлиц. Заголовок у обоих один – «Создай свой бизнес в Рязанской области». На пресс-конференции, состоявшейся в Центре развития бизнеса, министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина и заместитель руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Лощенов рассказали о тех мерах по повышению инвестиционной привлекательности Рязанской области, которые были приняты в последнее время. В этом году мы завершили этот проект, который, в принципе, и стартовал у нас во втором полугодии, когда действительно на уровне нашего региона была утверждена дорожная карта по улучшению инвестиционного климата, в котором целым разделом, целым блоком. И вот мероприятие, которое именно направлено на поддержку малого бизнеса, малого среднего бизнеса, на поддержку именно тех людей, которые только изъявляют желание вступить в бизнес-сообщество, открыть свое дело. И вот этот противодитель действительно станет таким поспорьем, практически, скажем так, изданием, который поможет любому, кто готов начать свой бизнес, с первых шагов, четко прописано, куда он должен идти, с какими документами. Какую систему налогового обложения выбрать. Что действительно зачастую малому бизнесу сложно на начальном этапе понять, с чего же ему надо начать, для того, чтобы открыть элементарный зарегистрирование, что индивидуально предпринимается. В регионе налоговыми органами во взаимодействии с правительством Рязанской области реализована дорожная карта, план мероприятий по внедрению лучших практик национального рейтинга, состояние инвестиционного климата в части регистрации нового бизнеса. В рамках дорожной карты, например, обеспеченный прием и выдача документов через сеть многофункциональных центров, введен в эксплуатацию единый центр регистрации. В начале с этого года отменена обязанность основных платежиков в представленных и уведомлениях налоговых органов об открытии или закрытии банковских счетов. Ранее такая позиция содержалась в основном области. Также организовывается процедура государственной регистрации, снимается из высшей административной мольеры, например, по вопросу необходимости свидетельствования в материальном порядке заявлений, которые представляют свою государственную регистрацию. Если заявитель обращается непосредственно в регистрирование, то не нужно тратить дополнительные денежные средства, мы обязательно предоставляем документы лично обязанности для реального предоставления по отдельным регистрационным процедурам. Скажем, исключены требования предварительной оплаты установок капитала хозяйственных обществ для создания общества гранищей ответственности. Уране в законности содержались такие позиции. Установлены обязательные и действия в нашем регионе обязательные судебный порядок. Активно работают в регионе фонд поддержки малого предпринимательства и гарантийный фонд, которые помогают бизнесменам решать проблемы доступности кредитных средств. При активном участии налоговой службы разработаны и приняты законы о введении налоговых каникул для некоторых групп предпринимателей, о расширении патентной системы налогообложения, о понижении ставки налога на некоторые виды имущества бизнесменов. По линии Министерства экономического развития и торговли и регионального Минсельхоза оказывается поддержка малому и среднему бизнесу в виде субсидий, грантов, компенсаций части затрат. В Рязанском драмтеатре прошла губернаторская елка. В новогоднем представлении собрались дети, отличники начальных классов. Спектакль предваряло большое музыкальное представление в фойе театра. В преддверии Нового года по всему городу проходят различные праздничные мероприятия. для детей и взрослых. В Рязанском драматическом театре прошла губернаторская елка для детей школьного возраста. Кроме отличников из города, на праздники также были школьники из области. Детей развлекали сказочные персонажи. Радствуйте, ребята! Вас так много, я вас не слышу, только еще раз! Следует отметить, что данное мероприятие стало традиционным для города. Несмотря на отсутствие снега на улице, организаторам удалось создать новогоднее настроение. Все дети без исключения остались довольны елкой. Ведь для них этот праздник очень важен, так как дает возможность поверить в настоящее чудо. В Рязанской библиотеке имени Есенина открылась фотовыставка, посвященная журналистам. Фотохудожники представили порядка 20 портретов рязанских телеоператоров, журналистов, представителей прессы, тех, кто освещает события, пишет новости и статьи, но сам остается за кадром. Как правило, люди, завидев фото или видеооператора, с камерой машинально начинают ему позировать. И это совершенно естественный процесс. А вот люди, работающие за кадром, обычно реагируют на объектив, как на нечто обыденное и привычное. Потому принимать задумчивый вид и мило улыбаться они нужным не считают. Совместный труд Сергея Ларина и Андрея Карева показывает некую подноготную работу журналистов, видеооператоров и фотокорреспондентов. Я, например, хотел бы показать, опять же, своими фотографиями, так как мне приходится постоянно встречаться с коллегами своими. Все люди очень интересные, поэтому хотелось показать ихнюю и другую сторону жизни, не только рабочие моменты. Тем более, если речь идет о девушках, в общем-то, то есть девушка должна быть девушкой всегда. И на выставке, наверное, можно это заметить, а так и получается. Те, чьи фотоработы вы видите в газетах, чьи видеосъемки вы видите на экранах телевизоров, чьи голоса слышите из динамиков радио, кто держит вас в курсе событий и последних новостей. Эти люди и стали героями фото-выставки. На одной из работ, кстати, был замечен и наш коллега-видеооператор Дмитрий Ефимов. Репортер – это одна из самых сложных профессий, по моему мнению, потому что оставаться без участок, потому что ты снимаешь нельзя, ничего не будет хорошего. И это должно быть абсолютно объективно. Вот как совместить эти два начала – это очень сложно. Вот несмотря на то, что у меня фотографии, они немножко ироничные такие, на самом деле отношусь с огромным почтением, с любовью ко всем этим людям, делают великое дело. Поэтому всех с праздником. По словам авторов выставки, своими работами они хотят показать то, что даже на самых протокольных мероприятиях за кадром кипит жизнь. Ведутся оживленные беседы, обсуждения, актуальных и просто бытовых тем. Хорошо знакомые люди, бок о бок, трудящиеся не один год. Эта выставка – своего рода благодарность авторов за активное участие в их работе и в жизни. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok